Андрей Ракицкий Тотальный экологический кризис, отравленные воздух и вода, гибнущие леса, глобальное потепление. Все это самым плачевным образом сказывается на здоровье, эмоциональном состоянии людей, особенно жителей больших городов. Вот почему все мы становимся все более и более ранимыми. Все чаще начинаем неадекватно реагировать даже на пустяковые замечания. Раздражительность и повышенная возбудимость, нередко переходящая в агрессивность, становятся неотъемлемой частью поведения. А все вместе это снижает пресловутый индекс здоровья и ведет к сокращению сроков жизни. Особенно часто подобные неприятности происходят с теми, у кого слаба психологическая защита. Поэтому каждый современный человек просто обязан работать над повышением своей стрессоустойчивости. Знайте, что неудачам учатся, на них настраиваются, так же, как и на успех. А потому не смотрите на свою жизнь, как на серию неудач, а не всего лишь уроки, которые жизнь дает вам. Но вот, если все время твердить себе, что вы ни на что не годны, ни к чему не способны, что вы просто бездарь, то, в конце концов, можете действительно сделаться таковым. В общем, проникайтесь в философии оптимизма и настраивайте себя на то, что ваша жизнь – полосатая штука. А значит, за черной полосой обязательно последует светлая. И удача, успех снова придут к вам. Сегодняшний сеанс повысит вашу психологическую защиту и стрессоустойчивость. Настроит ваше подсознание на преодоление трудностей. И подготовит вас к успеху. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Для начала давайте немножко понаблюдаем за своим дыханием. Мы часто начинаем наши сеансы именно с этого упражнения, потому что оно позволяет настроиться на сеанс, успокоиться, расслабиться. Наше дыхание и наше эмоциональное состояние очень тесно взаимосвязаны между собой. Мы действительно по-разному дышим, когда мы спокойны, когда взволнованы, когда радуемся, когда грустим. Каждому эмоциональному состоянию характерен свой тип дыхания. Глубина вдоха, выдоха, их соотношение. Скорость вдыхаемого воздуха, скорость выдыхаемого. Пауза на вдохе, пауза на выдохе. Эта взаимосвязь дыхания и эмоций хорошо известна в психологии, в медицине. На этой основе разработаны и успешно применяются различные дыхательные гимнастики, упражнения, которые позволяют с помощью дыхания регулировать некоторые функции работы нашего организма. Вот наблюдение за дыханием – это одно из этих упражнений. Но здесь, в отличие, скажем, от других подобных гимнастик, управлять дыханием не нужно. Просто понаблюдайте за ним как бы со стороны. Когда человек наблюдает за своим дыханием, незаметно для себя он успокаивается. Можете взять это упражнение на вооружение и использовать его в своей повседневной жизни. Если кто-то вас заставляет нервничать, обводит из себя, эмоционально напрягает, переключайте внимание на свое дыхание, и напряжение будет уходить. При этом, как я уже сказал, управлять дыханием не нужно. Просто постарайтесь почувствовать свободу дыхания, легкость. Это ведь действительно очень естественный процесс. В дыхании нет ничего искусственного, нет никакого насилия, напряжения. В дыхании почувствуйте свободу дыхания, легкость, может быть, даже удовольствие от дыхания. Зафиксируйте свое внимание на вдыхаемом воздухе, который проходит через нос. Этот воздух всегда нам кажется легким, прохладным, приятным. Так устроен наш организм. Почувствуйте, как этот воздух наполняет ваши легкие, вашу грудь. Как вместе с ним приходят приятные ощущения какого-то внутреннего покоя, равновесия. Как напряжение начинает уходить. Может быть, какая-то подспудная тревога или волнение. Все это отступает. Теряет свою актуальность, остроту. Надоело постоянно о чем-то думать, помнить, тревожиться, волноваться. Хочется просто немножко расслабиться и отдохнуть от всего. И, может быть, даже в первую очередь от собственных мыслей. И сейчас вы можете себе это позволить. Пусть недолго пока длится наш сеанс, но тем не менее. Просто доверьтесь своему организму и пусть все идет так, как идет. Ваш организм не подведет вас. Все будет хорошо. Дыхание будет постепенно становиться глубже, размеренней. В теле начинает проступать накопленная усталость. Организм как будто бы настраивается на отдых. Может показаться, что он замедляет свою работу. Все успокаивается. Тело тоже потихонечку начинает расслабляться. Снимаются эмоциональные зажимы, физические. Работа организма входит в спокойный, размеренный ритм. В руках появляется приятное ощущение тяжести. Чувство тяжести в нашем теле всегда связано с расслаблением мышц. Когда мышцы расслаблены, они кажутся нам тяжелыми. Попробуйте сейчас представить себе, как мышцы ваших рук теряют свою упругость, силу, объем. И начинают медленно, плавно размягчаться. И как будто бы растекаться под кожей. Как руки становятся мягкими, Полностью расслабленными, Будто бы безвольными, неподвижными, Тяжелыми. Но эта тяжесть в руках не давит, она очень приятная, успокаивающая. Она сулит отдых и восстановление сил. Тяжелеют плечи. И не хочется сопротивляться этой тяжести. Плечи просто спокойно опускаются, Как будто обвисают. Напряжение уходит. Напряжение уходит. Тело расслабляется все больше и больше. Тяжелеет спина. Мягкой волной, Тяжесть вливается в ноги, Заполняет их до кончиков пальцев. Когда тело полностью расслаблено, Именно в ногах ощущение тяжести Всегда наиболее явны, отчетливы. Потому что мышцы ног, Они по объему Самые крупные мышцы нашего тела. И устают эти мышцы, как правило, больше, чем другие. Может даже показаться, что от тяжести Ноги стали как будто бы свинцовыми. Лицо тоже начинает расслабляться. Лоб становится тяжелым. Он как будто бы разглаживается. Его поверхность становится абсолютно спокойной, Неподвижной, Безмятежной. Кажется, что брови начинают нависать над глазами. Тяжелеют веки. В голове легкий туман, мысли расплывчатые. Лень думать, лень двигаться. Организм работает спокойно, уверенно, Без всякого напряжения. Без всякого напряжения. Закройте глаза, если вы еще до сих пор этого не сделали. Сейчас я досчитаю до трех, После чего ваш организм на уровне подсознания, На уровне вашего внутреннего Я Будет воспринимать только мой голос. В этом помещении, конечно, останутся и другие звуки. Но все они будут сливаться в общий шумовой фон, Который только поможет вам еще больше расслабиться и отдохнуть. Своим внутренним Я Вы будете воспринимать только мой голос. Голос. Раз. Дыхание все глубже. Все спокойней. Туман в голове сгущается. Мысли тоже становятся вялыми, спутанными, ленивыми, Безразличными. На душе спокойно и тихо. Два. Мой голос слышен ясно, Отчетливо. Но уже сейчас начинает казаться, Что он звучит В пустоте. В пустоте, которая повсюду. Которая окружает тело со всех сторон. Эта пустота, она бесконечна, Как космос. Это и есть покой. И тело начинает наполняться этим покоем. Тишиной. И кажется, что оно Растворяется в пустоте. Начинает исчезать. Три. Эта пустота, Все ушло. Все суета. Сейчас есть только покой, Есть эта пустота вокруг И есть мой голос Который звучит в пустоте Организм работает спокойно и уверенно Без всякого напряжения Подчиняясь только законам природной гармонии Высшей целесообразности Сейчас в вашем организме Происходит очень важная работа Организм очищается Самовосстанавливается Идут процессы Оздоровления И повышения вашей Психологической устойчивости После сегодняшнего сеанса Вы почувствуете Вы почувствуете Намного уверенней Надежней Вы почувствуете себя так Как будто бы избавились от тяжелого Неприятного груза Сбросили его Со своей души Со своих плеч Вы поймете Вы поймете Вы почувствуете Беспокоиться о том Что находится Вне пределов Вашего контроля Над чем Вы просто Невластны Вы почувствуете Вы почувствуете От ваших Реальных Ценностей От того Что для вас Действительно Важно И значимо Вы почувствуете Как Что-то Ненужное Мешающее Наносное Стало Уходить Из вашей жизни Что вместо этого Остается Чувство Внутренней Свободы Осознание Себя Единственным И полноправным Хозяином Своим Желанием Поступком Настроением Жизни В целом После сегодняшнего Сеанса Вы почувствуете Себя По-настоящему Уверенно Появится Появится Ощущение Что вы Действительно Способны Решать Свои проблемы Даже Справляться С худшими Из них Вы почувствуете Себя Способным Выйти Из любой Кризисной Ситуации Без особых Потерь Это будет Ощущение Запаса Запаса Прочности Запаса Энергии Запаса Духовных сил Вы сможете Спокойно Думать На те темы Которые Вызывали Ваше Раздражение Негодование Вы почувствуете Что становитесь Хозяином Ситуации Хозяином Своей жизни Вы поймете Что для того Чтобы все Шло хорошо Вам нужно Просто Отпустить Ситуацию Пусть Все идет Своим Черетом Появятся Ощущения Подлинной Простоты Жизненного Уклада Вы перестанете Усложнять Свои Проблемы Жизненные Коллизии Все С чем Вы сталкиваетесь В своей жизни Изменятся Ваши отношения Ко многим Психотравмирующим Ситуациям С чем С чем бы Вы Не столкнулись Вы Всегда Будете Видеть Истинную Суть Происходящего Вы Будете Реально Оценивать Свои Силы И Понимать Стоит ли Данная Ситуация Того Чтобы Расходовать На нее Свои Нервы И Своё Здоровье Ведя Сражение До Последнего Патрона Вы Научитесь Отпускать Ситуации И Поймете Что Эта Тактика Обеспечивает Победу Что Все Что Вы Не могли Решить Самостоятельно Будет Разрешаться Само По Себе Так Устроен Мир И Ваша Сила В том Что Вы Начнете Это Понимать Почувствовав Себя Уверенно И Внутренне Свободно Вы Будете Стараться Не Создавать Стрессовых Ситуаций Сами Вы Начнете Беречь Себя И Своих Близких Охранять Тех Людей Которые Вам Действительно Дороги Тех Кто Рядом С вами Вы Почувствуете Необходимость В том Чтобы Стать Добрее Друг Друг Это Внутренняя Доброта Станет Вашей Потребностью И Когда Вы Почувствуете Эту Доброту В себе Вы Поймете Насколько Вы Сильны В любой Ситуации В любой Обстановке Вы Будете Чувствовать Себя Спокойно И Уверенно Вы Сильны Свободны И Уверены В себе Человек Вы Способны Отпускать Ситуацию Вы Способны Перестать Беспокоиться О том Что Находится Вне Пределов Вашего Контроля Вы Способны Найти Выход Из Любой Кризисной Ситуации Без Особых Потерь Вы Способны Рассуждать И Разговаривать На Любые Темы Даже На Те Которые Вы Вызывали Ваше Раздражение И Негодование Вы Почувствуете Что Ваше Отношение К Проблем Изменилось Сейчас Я Досчитаю До Трех И Вы Откроете Глаза У вас Будет Прекрасное Самочувствие Состояние Полноценного Стопроцентного Отдыха И физического И морального И очень Хорошее Легкое Спокойное Настроение Раз Туман В голове Рассеивается В голове Появляется Приятное Ощущение Какой-то Легкости Прозрачности Какого-то Свечения Пустота Окружавшая Вас Исчезла Ее Больше Нет Вы Отчетливо Чувствуете Своё Тело Оно Отдохнувшее И Прямо Сейчас Начинает Наполняться Легкостью Прохладой Свежестью Какой-то Обновленной Жизненной Силой Энергии Два На душе Тоже Очень легко Свободно Светло Ощущение Такое Как будто Вы избавились От тяжелого Неприятного Груза Вы бросили Его со своей Души Со своих Плеч Поднимается Настроение Тело Вновь Обретает Тонус Упругость Голова Проясняется Все Больше И Больше Все Неприятные Или Может быть Даже Болезненные Ощущения Если Такие Были Сеансы Уже Прошли Вы Чувствуете Себя Свободно Уверенным Легко Вы Прекрасно Расслабились Вы Восстановились Вы Обрели Точку Внутреннего Равновесия Обрели Ощущение Внутренней Силы Три Откройте Глаза Сделайте Глубокий Вдох И Спокойный Медленный Выдох Наш сеанс Закончен Не забудьте подписаться на наш канал Поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось Оставайтесь с нами С вами был ваш доктор онлайн Андрей Ракинский До новых встреч